Полмиллиона тенге задолжал работодатель столичным строителям. Это сумма, которую застройщик должен был выплатить целой бригаде. Только вот никаких письменных трудовых соглашений между сторонами заключено не было. Только устный договор. Люди поверили ему на слово, но по окончанию работы заказчик отказался выплачивать денег, ссылаясь на то, что нет официального документа. А значит, он им ничего не должен. Теперь горе-работники ходят по судам и не могут доказать свою правоту. От отчаяния они обратились к нам в редакцию. Мухубат Алиев и Исрафель Сукиров уже почти год не могут получить свои заработанные деньги. И доказать сам факт, что они действительно работали, у них тоже не получается. Ища справедливости, мужчины побывали на приеме у чиновников. Но все безрезультатно. Справедливости нет. Я куда жаловался, бесполезно. Тут есть видео обведение, что мы работали здесь. Суд говорит, это не доказательство. Говора нету, мы не имеем права свой запад требовать. А я суд нам говорит. Я был в алматинской суде, мы вместе были. А потом я дальше напошел, я видел, что сразу без смерти. Убега, толку никакой. Все упирается на договора. И Исрафель прав. Главная причина, из-за которой строители не могут получить деньги за свою работу, это отсутствие договора. Рабочие поверили бизнесмену на слово. Мы договорились, работали, работали. Ничего не говорили. Завтра, завтра, понедельник, пятнадцать, понедельник. Потом начальник сказал, у нас с сыном договора нет, и все, уходи. Мы договорились о работе, определенную сумму. Мы выполняли эту работу, сдали ему. Он видел, что мы закончили все. Когда деньги требовали, вот начали, собственно, это волокит. Так и не получили деньги. Вот из-за этого бегаем. Собой труд требуем, такой способ. Отделочные работы в квартирах жилого комплекса АККО мужчины делали зимой. В холод приходилось не только месить цемент, но и таскать на этажи тяжелый груз. Мухобат и Исрафель – люди предпенсионного возраста. Но другого источника заработка у них просто нет. Я с сыном работал, его кредит был. Он нужен был работать в зарплате с Казахстанским. В конце концов, получилась цель. Мы договора нету, мы не имеем права свой зарплат требовать. Строительные работы вместе с ними выполняли не только местные мастера, но и приезжие. Но никто из них, а это порядка 30 человек, зарплаты так и не получил. По словам Алиева и Сукирова, в основном работали нелегалы. Много было, все уехали. Были приезжие, я не знаю, около 40 человек. Восемь квартир дали, вот им не платили все. Договоры с нами закручают по возрасту, им не выгодно. Им не все переезжим. А к ним там не порядка, людям работают. Если что, можно их увольнять, можно выгонять. За свою многолетнюю практику Мухобат и Исрафель с недобросовестным заказчиком столкнулись впервые. И эта ситуация, как ни странно, никак не повлияла на их дальнейшие трудовые отношения с работодателями. Они и сейчас, как и прежде, продолжают работать без договора, но уже с другой строительной компанией. Сейчас тоже устно работаю, устно договорились, работаю и площадь. Потому что нигде, ешь объект, подойди, там бригадир, там мастеру, договорились. Договорились, договорились, что нет, устно, хочешь работать, не хочешь, не возьмите, детей надо кормить как-то. Со слов Алиева и Сукирова, они не могут связаться с прежним работодателем уже несколько недель. Теопатус монтаж-сервис, директор Жарл Капу, Жоломон Исмой Глобович. Вконтактный термин 8702-770-7359. Рабочие 28-53-61. Второй термин номер 8702-740-1101. Мы тоже пытались дозвониться до работодателя этих рабочих, но безуспешно. Ни один из трех номеров не отвечает. Поэтому мы сделали запрос в официальные органы, Генеральную прокуратуру, Министерство юстиции и МВД. Тем временем Мухубат и Срафиль продолжают обивать пороги. Правосоюз даже ходил. Может, думал, они поможут. Ждите, ждите. А что это? Полгода прошло, завтра, что завтра сказать вообще. Кончилось срок, идите гуляйте. А Министерство юстиции писал заявление в феврале месяце. Здесь скоро ответа нет. Никакой. Реакции нет. Еще куда обращались? Муратана обращался. Управленный делом президентом обращался. Есть где-нибудь ответ? Только вчера был по правилам человека президента. Писал заявление, сказали, поможем. Вот все нас видят. А почему никто их не видит? Почему ты человека нанимаешь, без трудовой он работает? Понимаете? Потому что травму получаем, все получаем, это же им не касается. Сам себе. Ну, мы вынуждены работать, заработать. Для жизни жить-то надо. Как избежать таких трудовых конфликтов? Каким образом работники могут обезопасить себя от недобросовестных нанимателей? За комментариями мы обратились к главе Союза строителей Казахстана. Своим экспертным мнением по этому поводу с нами поделился Талгат Ергалиев. Надо заключать простые договора на одной странице обязанностей и обязательств. Работатель обязуется оплатить при качественной работе, а работник обязуется качественно выполнить и получить оплату. Совет. Любой работник, независимо кто, он должен иметь договор. И любой себе уважающий работодатель, он тоже делает договор. Потому что договор это официальное отношение и согласно договору может требовать.